Управление КМВД России поступило оперативной информацией о том, что неустановленные лица осуществляют звонки на городские телефонные номера пожилых граждан, проживающих в Москве и в Московской области. Во время телефонного разговора злоумышленники представлялись участковыми и сообщали, что участились случаи мошеннических действий в отношении пожилых граждан с использованием банковских карт. Играя на доверие граждан, подозреваемые выманивали у пожилых людей денежные средства, якобы для использования в операции по поимке мошенников. По имеющейся информации, участниками группы было совершено свыше десятка аналогичных правонарушений. Оперативники Управления КАС совместно с коллегами из уголовного розыска УВД по Южному административному округу Главного управления МВД России по городу Москве установили личность одного из злоумышленников и провели его задержание. В ходе обыска по месту его жительства в арендуемой квартире были обнаружены и изъяты телефонные аппараты с фотографиями обманутых граждан, квитанция о перечислении денежных средств участникам группы и компьютерная техника. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия в отношении остальных участников группы. «Мошенничество. Каким образом вы совершали это мошенничество?» «Я сегодня пил. Кофе меня задержали». «За то, что вы пили кофе?» «Пили кофе или что вы пили?» «Мошенничество в крупном размере». «Вы совершили мошенничество?» «Вряд, да». «Деньги вы у бабушки какую-то забирали?» «Когда?» «Ну, неделю назад, две недели назад». «Две недели нет». «А когда забирали?» «Не забирал». «Вообще никого. Здесь знакомые есть у вас какие-то?» «Где». «На Москве?» «Ну, знакомые. Познакомился и не все». «Скажите, пожалуйста, кто у вас забрал большую чему денег свыше двух миллионов? Вам этот человек был знаком?» «Нет, не знаком. Я хочу вас предупредить, что у нас в нашем районе орубит банда мошенников, которые грабят пенсионеров. И если вдруг вам позвонят, вы звоните сначала мне». «Ну, очень хорошо поговорили. Я после этого звонка звоню снова этому участковому вроде бы. Он говорит, вы знаете, вы делаете все, как они вам скажут. А я вам сейчас пришлю своего человека. Его зовут Максим. И он пойдет вместе с вами в банк. И, в общем, будем следить за ними. И все, в общем, будет нормально. Ну, буквально через, там, не знаю, минут 15 звонок заходит этот молодой человек. Он снизу сказал, «Я Максим». Я открыла дверь. И это самое, он сказал вам, звонил Евгений Николаевич? Да, звонил. Ну, в общем, я буду уже это сами вас сопровождать. И все, вы не переживайте. Мы за ними следим. И все такое прочее мы их возьмем.